В Ставрополе пациентов психиатрической больницы лечат с помощью караоке. Врачи уверены, музыка не только успокаивает и поднимает настроение, даже давление певцов-любителей приходит в норму. Какой репертуар выбирают пациенты, знает моя коллега Елизавета Хромцова. Самое сложное даже не попасть в ноту или вовремя прочитать на экране текст. Труднее просто начать. С застенчивостью, а еще тревогой, стрессом и одиночеством в Кривой клинической психиатрической больнице Ставрополя борются при помощи караоке. Это не просто музыкальная пятиминутка. Коллективное пение врачи называют важной частью терапии. Статистику не ведут, но говорят, что у пациентов после занятий музыкой нормализуется давление и сердцебиение. За идею медики благодарят своих подопечных. На одном из тренингов пациенты говорили о том, какая музыка им нравится, кто любит петь, что любит петь, какие песни. И вот возникла идея попробовать спеть караоке. Владимир – звезда больничного караоке. Здесь у него и публика, и любимый репертуар. Из рук не выпускает пульта телевизора, который компенсирует недостатки импровизированного концерта. В лечебнице об этом вслух не говорят, но если оглядеться по сторонам, можно заметить, караоке-терапия помогает не только пациентам. Во время музыкальной паузы сотрудники больницы, наконец, позволяют себе немного выдохнуть. Эльзета Храмцова, Ульяна Мамонтова, Life. Насколько такая терапия влияет на душевнобольных, обсудим с главным редактором радио «Зазеркалье» Дарьей Благовой. Это радио работает в психиатрической больнице имени Алексеева, она же в просторечии Каченко. Дарья, здравствуйте. Ну так, действительно ли музыка может помочь больным людям сделать так, чтобы они, в общем-то, излечились от всех своих душевных недугов? Ну, я не знаю по поводу всех своих душевных недугов, но определенно положительная динамика есть. У нас есть много историй, из которых становится ясно, что наше радио стало очень хорошей терапией для наших авторов. А все авторы у нас – это люди с особенностями психического развития, часто с инвалидностью, иногда недееспособные. Как давно начался этот ваш смелый, действительно, эксперимент, и какие результаты есть на данный момент? Мы начали нашу работу два с половиной года назад. Потом, спустя полгода после того, как мы начали заниматься с нашими авторами, мы сделали сайт. Сайт запустился во время фестиваля «Нитя Рядна». Это фестиваль, который устраивает региональная общественная организация «Клуб психиатров», а также другие организации, которые помогают в благотворительные фонды. И с момента запуска сайта началась наша уже эфирная работа. Мы решили, что будет вещание подкастовым. А после того, как мы пообщались с нашими зарубежными коллегами, которых было очень-очень много на фестивале из разных стран, мы решили, что будут прямые эфиры. И уже примерно полтора года мы вещаем также в прямом эфире. Что касается результатов, то, конечно, мы сначала рассчитывали, что это будет такое, так называемое, антисигматизационное радио. То есть радио, цель которого – это развенчать стереотипы о душевно больных людях. Но в ходе работы выяснилось, что это еще и очень хорошая психотерапия. У нас есть, например, автор, который, поработав на радио, решил стать психологом. Он ведет рубрику о психологии. Он сейчас учится на психолога, и мы все верим, что все получится. Плюс я не врач, но у меня есть некоторые наблюдения. И я могу сказать, что наши авторы стали реже ложиться в больницу, стали лучше себя чувствовать. Есть история с мальчиком, который сначала пришел и вообще, ну, был такой совершенно необщительный. У него были огромные проблемы с коммуникацией. А сейчас он открывает дверь с ноги и травит анекдоты. И недавно даже он взял интервью Андрея Макаревича. Мы очень за него все порадовались, делал это самостоятельно. Да уж, действительно, кто-то из великих композиторов сказал, что музыка – это гармония нот. И, видимо, она помогает еще найти гармонию в душе. А какой именно спрос на какое музыкальное, скажем так, направление у ваших слушателей? Какие именно песни им больше нравятся? Может быть, это классическая музыка или что-то современное из популярной эстрады? Может быть, это действительно что-то тяжелое или даже рэп? Ну, надо отметить, что у нас не только музыка на радио. У нас есть совершенно разные передачи в разных жанрах, на разные темы создаются. Музыка – это всего лишь часть нашего радио. И музыка тоже бывает совершенно разной. Это зависит от интересов нашего автора. То есть у нас есть автор, который увлекается анграундом, и он делает какие-то невероятные вещи, достает каких-то невероятных людей. И делает совершенно уникальные передачи. Есть авторы, которые увлекаются классической музыкой и делают передачи об этом. Но это, я повторюсь, небольшая часть того, что мы делаем. У нас есть передачи о культуре, архитектуре, филологии. Потому что все наши авторы – очень умные, образованные люди, которые оказались, к сожалению, в плену психиатрической болезни. Но, тем не менее, это интеллигентнейшие люди, которые способны творить качественные передачи в такой, знаете, культурно-просветительском ключе. И вот это здорово, по-моему. Ну, слушай, спасибо большое. Как оказалось, песня не только «Строить и жить помогает», а еще и «Чувствовать себя хорошо вылечится». Спасибо большое. На прямой связи с лайфом была главный редактор радио для душевнобольных «Зазеркалье» Дарья Благова. И мы говорили о том, насколько на пациентов влияет музыкальная терапия.